Привет, друзья! Вы снова на вашем любимом канале под названием Long Play. Здрасте! Саша, Ваня, сидим тут и обсуждаем музыку прошлого и настоящего. Сегодняшней темы коснемся мы уже не впервые, и несмотря на то, что она достаточно противоречива, от этого не менее интересна и занимательна. Сегодня обсудим песни, смысл и значение которых мы зачастую понимаем неправильно. Поехали! Уже немало выпусков на нашем канале посвящено электронной музыке, и, надеюсь, многие из вас вдохновились и поняли, насколько это интересный и увлекательный процесс, когда один человек может делать такую музыку, которую раньше даже целой команды в дорогих студиях сделать не могли. Так вот, тем, кто хочет присоединиться к миру электронной музыки с помощью профессионалов этой индустрии, и поможет обучающий курс «Профессия создателя электронной музыки от Skillbox». Минимум скучной теории, только самое необходимое за это на практике. Вы разберетесь во всем оборудовании, научитесь работать в Ableton Live и будете создавать впечатляющие треки в совершенно разных жанрах. Вас ожидают три курса, 64 тематических модуля и 428 онлайн-уроков, как лекции, так и практические задания. А на выходе — собственный мини-альбом. Сейчас у Skillbox по данной программе новогоднее предложение. Скидки до 60%, поэтому переходите по ссылке в описании, изучайте полную программу, регистрируйтесь, творите. И не забудьте прислать, что получилось. Поехали, начинаем. Иван, с чего начнете вы? Начнем с песни, которая вполне заслуживает того, чтобы попасть в выпуск про каверы, но есть у нее и история со смыслом. Точнее, о ее смысле. Это песня Big in Japan, которую многие из вас наверняка могут помнить в исполнении группы Guan Apes. Но написана и впервые исполнена, она была немецким коллективом Alphaville. Судя по ориенталистским мотивам в аранжировке... Ориенталистским? Ты имел в виду восточным? Восточным. Ох, какой красивый. Простите, продолжайте. Да, я же так обсуждаю, как музыкальный критик. Ориенталистские мотивы. Давай. Судя по вот этим восточным мотивам и звукам синтезатора. И, собственно, по названию Big in Japan речь в песне должна идти о Японии. И многие эту песню так или иначе связывают со страной восходящего солнца. Но к Японии она имеет отношение, я бы сказал, косвенное. Действительно, в английском языке есть устоявшееся выражение Big in Japan. Оно имеет несколько значений. Первое – это музыкальный коллектив или артист, который в больших культурных центрах вроде США или Великобритании уже немножко погас. Но где-то в странах третьего мира продолжает пользоваться большой популярностью. Вот как, например, прощальная турне группы Scorpions. Ой, сейчас тебя зарыжет просто. Потом это значение стало еще шире, и сейчас это выражение означает «там, где ты сейчас находишься, ты никто, но где-то в другом месте ты что-то значишь, и ты востребован». Здесь у себя дома. Это в американском английском? Я бы сказал, что и в британском английском, и в американском английском. И в немецком английском. И в немецком английском тем более. Казалось бы, все логично. Алфавилы поют о том, что их слава проходит, или проходит слава какого-то лирического героя, артиста. И вот они, Big in Japan. Но и к этому песня тоже не имеет никакого совершенно отношения. Это песня о запрещенных веществах. Мы продолжаем телегу с прошлого выпуска. Вот как только в 1998 году, спустя, наверное, полтора десятилетия после выхода Big in Japan, Мариан Голд рассказал правду о том, чему посвящена эта песня. Я потерял. Сейчас я найду. Он рассказал, что песня эта, я цитирую, о влюбленной паре, которая пытается соскочить с наркотиков. Они мечтают о спокойной и приятной жизни, без наркотиков, полной настоящих эмоций и правдивых слов. Тогда возникает следующий вопрос. Причем здесь Big in Japan. Какое отношение это идиома имеет к проблеме, озвученной группой Alphaville, Марианом Голдом? В принципе, никакого. Дело было так. Опять же, с его слов, по-моему, даже из того же интервью. А в конце 70-х он тусовался в одном из клубов Берлина, где надеялся увидеть своего кумира Дэвида Боуэль. И там, где-то в этом клубе, он купил пластинку британской постпанк-группы, которая называлась Big in Japan. Группа ничем не знаменита, кроме того, что один из ее участников потом стал участником группы Frankie Goes to Hollywood. И потом, когда он сочинял Big in Japan, он просто вспомнил эту фразу. Она очень хорошо легла на ритм в том контексте, что действительно дома ты никто, ты сторчавшийся вообще неудачник. Но даже если ты где-то в другой части мира на самом деле ничего не значишь, ты всегда можешь соврать об этом. Вот смысл такой. Я так надеялся, что сегодняшний выпуск будет без торчков, без маньяков. А мы с него начали. Блин. Еще меня всегда в этой песне смущала фраза Стоит ли мне остаться в зоопарке или мне нужно уйти и изменить свою точку зрения? Я думал, при чем здесь зоопарк? Наконец-то сегодня, благодаря этой теме и каналу Longplay я нашел ответ на этот вопрос. Не за что. Спасибо. Дело в том, что в Берлине, те из вас, кто был в Берлине, наверняка знают, есть станция метро, которая называется ЗОО, зоологический сад. Так вот, в конце 70-х это было место тусовки наркоманов. И тогда действительно все сходится. Стоит ли мне остаться at the zoo, то есть в этой тусовке, или выйти из нее и начать жить нормальной жизнью? Кстати, вот песня Forever Young, Alphaville, она о том, о чем мы понимаем. Все нормально. Ура! Ставьте плюс, кто когда-нибудь в жизни думал, что это песня группы АХА. А как и казалось, в песне Forever Young тоже все не так просто. Есть у нее и второй скрытый смысл. Что-то не давало мне покоя. Я посидел, почитал, изучил вопрос и выяснил, что вот эта романтическая баллада о вечной молодости на самом деле баллада о страхе перед ядерным ударом во время Холодной войны. В 82-м году она была написана. И, собственно, на это намекает даже строчка, которая есть в песне. Звучит она так. Hoping for best, but expecting the worst. Are they gonna drop the bomb or not? Надеюсь на лучшее, но ожидая худшего, сбросят они ядерную бомбу или нет. Такая история. Снова те же самые у нас темы. А вот есть такая песня, которая как раз-таки про наркотики, а на самом деле ни разу. Ну-ка. Давай вечером с тобой встретимся. Вот тебе такой обратный случай. Конечно, как и в примере Виктора Цоя и песни «Перемен», можно комментарии братьев Самойловых воспринимать как какое-то оправдание, чтобы лишний раз не попасть под какие-то там черные списки санкций и так далее. Будем опиум курить, рить, рить. Но все-таки, если мы уже обращаем внимание на то, что действительно говорили авторы об этой песне, то в данном случае как раз песня «Опиум» была написана еще до того, как вообще ребята познакомились с наркотой. И в целом, скорее, этот образ, он взят из всем известной фразы, что религия – это опиум для народа. «Не прячь музыку, она опиум для никого». Как бы музыка – это опиум для никого. «Только для нас давай вечером». Вот такая антитеза. Опиум в том же значении, в котором это слово употребляли коммунисты, то есть нечто одурманивающее, а для никого, потому что искусство – вещь самоценная и никому не принадлежит, ни от кого не зависит. И, грубо говоря, даже мы, люди, которые его творят, в той же мере зависимы от искусства и подчиняемся ему, как зрители. Красиво, но смахивает на оправдание. Ну, все равно. Я вот этой песне хотел реабилитироваться за прошлый выпуск про наркоманов, как бы вы и вам не начали выпуск сегодняшний. Вот еще одна история, еще одна песня, смысл которой вроде бы лежит на поверхности. Я уверен, что многие наши зрители эту историю знают, но вдруг для кого-то это будет открытием. Я, скажу честно, не сразу знал, кто такой Моузес. Пару лет назад до меня это дошло. Дело в том, что это очень старый, середина 19 века, американский спиричулс, который буквально основан на цитировании Ветхого Завета, книге Исход, о том, что Господь повелел Моисею. Моузес – это Моисей. Моузес – это Моисей. И ТВ-гибет «Go down, Moses», «Отправляйся на юг Моисей», пообщаться с фараоном на тему того, чтобы израильский народ вывести из рабства. «Go down, Moses», «Go down, Moses», «Go down Moses», «Отправляйся на юг Моисей», «Tell old pharaohs», «Tell old pharaohs», скажи старикану-фараону, «Tell my people go», «Чтобы отпустил мой народ». «To let my people go», «Let my people go». И даже в свое время, в середине 60-х годов 19 века, эта песня была таким негласным гимном американских рабов. Луи Армстронг был не первым ее исполнителем, просто он был Луи Армстронгом, и поэтому стал самопулярным. «So Moses went to Egypt land». Но, в принципе, это такая, да, классика американского госпола, основанная на библейском тексте. «Let my people go». Тут скорее вопрос перевода, знания истории, понимания контекста. Но есть песни, которые снова, как в прошлом выпуске вспоминали, даже англоговорящие люди воспринимают совершенно иначе. Один из самых-самых ярких примеров. Хит начала десятых годов «Fosted the people», «Pumped up kids». О, да. Начнем с основного. Что же такое «Pumped up kicks»? Были в 80-х в Америке популярный «Ribok pump», по-моему, так называлось модель. Да, да, да. Собственно, «Pumped up kicks» — это те самые засранцы, которые носили эти самые «Ribok pump». Позеры, скажем так, которых недолюбливали простые парни, которые носили конверсы. Но смысл песни, конечно же, не в кроссовках заключается, а в том, что она вдохновлена массовыми убийствами в школах в Америке. И вся песня поется от лица того самого ребенка с психическими отклонениями, который готовит вот эту вот самую месть. Ну да, то есть такая остросоциальная вещь. Очень остросоциальная вещь, да. Да, одну из самых главных, наверное, проблем в Америке. Возможно, она и стала так популярна, вот благодаря этому противоречию такой лирики и достаточно легкой, незамысловатой музыки. Сама вообще фраза «You better run faster than my bullet» «Лучше бегите быстрее мои пули» меня насторожило, пока я еще догадывался только о чем могла быть эта песня. Ну и если ближе к фактам музыкальным, интересный факт про эту песню, она до сих пор не была выпущена официально. Это дебютный сингл «Foster the people», который они просто выложили в интернете на своем сайте. Он как-то завирусился, а потом уже они стали свою дискографию размножать. Интересно. Побродили по западным странам, но хочется немного рассказать о нашем родном городе, о нашем любимом Минске. Ого. И парке, который называется «Парк Челюскинцев». А-а-а, это реально то, что я заметил, многие украинцы и россияне не понимают. Вообще. Каждый раз, когда ты приходишь с друзьями или родственниками из Украины или России в парк Челюскинцев, у них у всех отпадает пачка. Почему? Потому что один из самых популярных аттракционов в нашем Минском парке Челюскинцев называется «Супер 8». И когда они видят название в кассе или возле аттракциона «Супер 8», у них на лицах такое выражение, что они раскрыли тайну бытия, смысл жизни, вселенной и вообще. «Супер 8» — это американские горки по-белорусски. Белорусские горки так называются. «Супер 8», запомните. А «Паратруппер» — это была такая карусель, сейчас ее тоже нет уже, а вот «Супер 8» есть. Будете в Минске... Но «Супер 8» обновленная. Да-да-да, но будете в Минске, обязательно заедите, посмотрите, покатайтесь. Она такая классная, эмоциональная. Так вот, «Паратруппер» — это была такая карусель обычная, но над кабинками были крыши в форме парашюта. Ага. А мне кажется... «Супер 8» называется «Паратруппер», мне кажется. Типа как парашютист? Да, да. Сейчас «Супер 8» есть до сих пор, но он уже современный, со всеми мерами безопасности. А я помню, в детстве там просто были какие-то разваливающиеся кабинки, не пристегивающие тебя ничем. Это экстрим было считать. В общем, если вы до сих пор не могли разгадать значение этих слов, это название аттракционов в Минском парке челюскинцев. Может быть, не совсем в тему, но вдруг кто-то тоже не очень понимает смысл этой песни. Холли Галли мы с тобой обсудили. Как-то был тоже в Беларуси какой-то кавер на телешоу, где пели песню про «Холли, холли, холли, галли». Супер 8. Была такая песня, диджей турецко-немецкий «Мусти», его зовут? «Хони» называлась песня. Точно, точно. Помню по радио, да. На всякий случай, слово «хони» в данном контексте говорит о сексуальном возбуждении. Скорее. Так что, возможно, если кто-то из вас пел «хони» в данном случае, как мед. Или там «дорогая-дорогая». Или «дорогая-дорогая». Это не мед. А еще, по сути, это слово можно перевести как «роговой». Да нет, «хорни» — это такой, ну, сленговый, прям очень давно устоявшийся, реально там, ну, похотливый. «Рогая-дорогая-дорогая-дорогая». похотливый. Да. Шаловник. Развратный. Ну, да. Есть одна песня, может быть, не самая хитовая на свете, но контраст вообще ее применения, восприятие и истинного значения просто выносит в клочья. Вполне вероятно, вы могли слышать эту мелодию в рекламе конфет. А, да, теперь понял, о чем. Обратимся к тексту этой прекрасной, романтичной песни, под которую, возможно, вы танцевали медленный танец когда-нибудь или маркетологи этого бренда решили вставить ее в рекламу. «Got a girl, so fine». У меня есть девушка, прекрасная девушка. она меня любит. «Pull her hair». «Втягай ее за волосы». «Slap her face». «Бью по лицу». «But it's all right». Ну, ничего страшного, все нормально. «She just wants». ей просто нравится и хочется. «To be disgraced». «Будь униженой». «Вот это поворот». У меня жена из Украины и как раз тогда, в конце нулевых, мы сошлись, поженились. Она из Харькова и мы ездили туда-сюда, то есть они постоянно были вместе. И в определенный момент я у нее на рингтоне услышал «Comfortable Place». Песня сама мне понравилась. Там мне был какой-то кусочек и стал ее, естественно, троллить по этому поводу. Рассказал, о чем текст. Песню с рингтона она убрала. Она рассказала, что в Украине это просто безумно популярная песня. Стала после рекламы этих конфет. Каким образом песня 2000 года из никем не замеченного сольного альбома Рассела Симмонса спустя 9 лет попала к маркетологам в Украине и почему они решили ее использовать? То есть, если бы это была какая-то... Еще с таким текстом. Да, это второй вопрос. Еще с таким текстом. Если бы это была какая-то просто популярная песня, все логично, все сходится. Эта песня не прошла вообще нигде. У меня чувство, что она была выпущена каким-то ограниченным тиражом чуть ли не для друзей. Маркетолог должен был, наверное, каким-то образом вдуматься, вчитаться. Я не знаю. Ребят, если вы вдруг знаете, история давняя, если вы вдруг имели отношение к ней, я знаю, что нас очень многие ребята в Украине смотрят, напишите, пожалуйста, как она попала в рекламу и почему не дослушали текст. Ну и вернемся к сути текста. Можно ее воспринимать как страсть к садомазохизму и БДСМ, но скорее это такой какой-то монолог абьюзера, я бы сказал. Да, я ее воспринимал все время скорее как песню о домашнем насилии и такой протест против домашнего насилия своеобразный, да. В общем, совсем не про конфетки. Как всегда, дорогие друзья, большое спасибо, что были с нами, надеемся, вам было интересно. Если вдруг какая-то информация вас задела или огорчила, не обращайте вы внимания, вы совершенно не обязаны воспринимать эти песни так, как решили трактовать их мы, вы не обязаны воспринимать их так, как их воспринимают другие слушатели. Более того, вы не обязаны считывать тот смысл, который в песню закладывал автор. В этом вся прелесть вообще музыки и любого творчества. Совершенно верно. Как считал классик постмодернизма Орлан Барт «Текст важнее автора». Автор мертв. Подписаться, кстати, не забудьте. Пожалуйста. Увидимся через неделю. Пока.